Попробую кратенько записать второй выпуск христианских историй. Решил на такую тему повспоминать. Когда я был студентом, я водил такую не очень крепкую, но дружбу с ребятами постарше, с экономфака Нижегородского университета, ННГУ, который сейчас называется. И у нас считалось почетным занятием распивать спиртные напитки в общественных местах, громко разговаривать, иногда с нецензурной бронью, и потом поливать углы в каких-то видных уличных местах, выказывая презрение ко всему обществу с его ценностями. Позже, когда я стал христианином, я периодически, бывало до двух-трех раз по дороге с работы домой, встречал таких писающих людей, и вежливо, по-христиански им доносил информацию, что как же так, что же вы делаете, вокруг люди ходят. Не всегда вежливо, не всегда, как бы достаточно скромно это получалось, но как-то старался что-то по этому поводу предпринимать и хотя бы просто увещевать людей, потому что в Ветхом Завете написано, если ты не говоришь брату о его грехе, то и на тебе тоже ответственность от этого. Конечно, весь мир не переделаешь, но я сейчас немножко не про это не секрет, что я был всегда гордым, немного раздражительным, периодически агрессивным в молодости. И вот где-то в году, в 19-20 в Москве, однажды после такой попытки увещевания на метро Электрозаводское, сработала во мне вот эта агрессия. Человек это делал в людном месте, человек был относительно трезв или полностью трезв. Достаточно невежливо повел себя в мой адрес после моего обращения к нему. Ну и у нас завязалась честная битва, сначала с ним одним, потом еще с одним его приятелем. Вот, пришел я на работу немножко помятый, с кровоподтеком. Полиция там даже привлеклась, люди вокруг там пошумели. Вот полицейский сказал, что я неплохо сражался. Так, пооткровенничали мы с ним по дороге. Ну так получилось, что их повели в одну сторону, меня чуть-чуть решили проводить, чтобы не было опять беспорядков. Но по-христиански я тогда себя повел, конечно, неправильно. Вот, сегодня на дворе 2024 год. И у меня есть твердое решение, что нужно побеждать зло добром и нужно общаться. Нужно разговаривать с людьми. Если человек едет пьяный за рулем, не надо в него стрелять, возить его мордой по асфальту. Нужно попытаться ему объяснить, знаешь ли ты, друг, сколько у нас смертей из-за таких вот нетрезвых водителей. Погибают дети, погибают люди, которым бы жить да жить. Вот, вот насчет писающих людей. Просто приведу парочку примеров из недавних. Улица Усиевича. Возвращаюсь я поздняхонько домой. Я люблю плодотворно проводить свои дни и не люблю рано приходить домой. И вижу на другой стороне улицы один писает, второй рядом стоит. Подошел, пообщался. Где-то минут 20-25 у нас шла беседа. Люди слушали достаточно, так, благодарная публика оказалась. Задавали вопросы. Оставил им контакт. Ну, в общем, вместо агрессии было такое небольшое благовестие. Потом, где-то в районе Дворцовой или Парковой аллеи, Петровского парка, тоже возвращаясь с работы, увидел человека. Когда он там закончил свои дела, заговорил с ним, думая просто оставить на пустое и пойти дальше. А его тема христианства заинтересовала. И в итоге мы с ним проговорили где-то полчаса по пути, идя вместе. И оказалось, что ему в ту же сторону. И живет он в соседнем доме с тем, куда я направлялся. Вот это не то, что я там пытаюсь похвалиться или сказать, что я помудрел, набрался смирения и так далее. Просто такая вот иллюстрация из христианской жизни, что к чему-то Господь нас готовит. И не всегда самый короткий и самый такой навязанный обществом и традициями путь, он является правильным. Пишите в комментариях, часто ли вам попадаются писающие люди. Что вы по этому поводу думаете. Может быть вы сами поливаете все углы своего города. С вами был Сергей, рубрика «Христианские истории». Спасибо за внимание.